Сегодня в России отмечается День банковского работника. Рынок банковских услуг пестрит многообразием от микрозаймов до масштабных кредитов на ведение бизнеса. Есть и особая категория банковских продуктов, те, что соответствуют всем положениям и нормам ислама. В чем отличие этого сектора, финансовой сферы и каковы здесь особенности, узнали мои коллеги. Финансовая компания «Ляриба Финанс» функционирует в Дагестане вот уже 9 лет. Это первая в республике и самая крупная ныне организация, которая оказывает финансовые услуги, соответствующие всем нормам ислама. Главное отличие от обычного банка – это то, что предметом сделки, заключаемой на определенное время, является товар, стоимость которого строго оговаривается. Это позволяет клиенту избежать наложения в дальнейшем штрафов, пений, предотвращать любое завышение изначально оговоренной суммы сделки. Виды экономической деятельности нашей, по которой мы зарегистрированы налоговые, это розничная торговля. Мы купили некий товар у оптовика и продаем его на определенных условиях нашему клиенту, где все условия этой сделки четко определены и изменению не подлежат. Более того, если у клиента, например, в какой-то пандемии возникли какие-то сложные обстоятельства, мы готовы дать какой-то там льготный период, подождать или войти в положение клиента. Что нельзя сказать о типичных банках, которые дают кредиты, они выдали кредит на условиях срочности, платности, возвратности, под платностью понимается уплата процентов. И, соответственно, при возникновении каких-то форс-мажорных обстоятельств клиент, тем не менее, обязан уплачивать дальше штрафы, пений в связи с несвоевременной оплатой. Еще выражаясь простым языком, человек платил по 10 тысяч, теперь он не может платить по 10 тысяч, но банк ему в ответ на эту сложность говорит, а теперь будешь платить по 12 или по 13, по 15. Этим отличаются, в принципе, исламские компании. Прозрачностью, более гуманным подходом и социальной ориентированностью бизнеса. Однако некоторые предпочитают обращаться за подобными услугами в другие финансовые организации, потому что в банках годовая наценка ниже, хотя есть риск наложения будущим штрафов и пений. Почему же все-таки наценка в исламских финансовых организациях иногда кажется большая? Для этого есть определенные причины. Наценки исламской компании на товар по сравнению с процентами по кредиту, например, в том же Сбербанке возьмем, да, для примера, то там, например, есть госпрограммы, где годовая процентная ставка составляет 6%. И некоторые наши земляки, ну, наверное, которые не сильно осведомлены экономикой, у которых нет экономического образования, у которых, они задаются вопросом, почему так? Почему вы не можете накидывать те же 6%? В ответ хочется задать логичный вопрос. Знают ли они вообще, что такое налоги, какие налоги мы должны платить? Приведу маленький пример. Налоговый режим, упрощенная система налогообложения, который мы выбрали, обязывает нас платить в бюджет 6%. Ну, с недавних пор 3, но в целом это 6% по России. То есть, это наиболее оптимальный для нас налоговый режим. 6% мы должны платить в бюджет, при том, что Сбербанк уже дает, например, льготный кредит под 6%. Каким образом нам конкурировать с ним, при том, что нам нужно, помимо этих 6%, это дивиденды вкладчиков, это реклама, это маркетинг, это зарплата, это налоги, это коммуналка, это наша прибыль, это косвенные расходы. Мы все это должны умножить на ноль и ограничить только этим. То есть, если кто-то из наших телезрителей сможет нам предложить какую-то схему, более правильную с юридической точки зрения, с исламской точки зрения, с налоговой точки зрения, и скажет, что вот вы можете реализовать эту схему и действительно накидывать на свой товар, там не 15-20, а 6 или 7, то мы с удовольствием вознаградим этого человека. Однако, по словам Мурада Алискирова, никто так и не смог до сих пор предложить лучший вариант таких услуг, которые бы соответствовали как исламским, так и российским законам и имели наценку ниже. Но, тем не менее, компания «Ляриба Финанс» по словам ее руководителя стремится по возможности удовлетворять все запросы клиентов. К сожалению, пока не все получается, но, тем не менее, у нас появились тарифы, которые за последние 3-4 года все ниже и ниже становятся. Мы к этому движемся, ну и я надеюсь, в какое-то время будем, по крайней мере, каким-то образом приближаться к тем показателям, которые хотят видеть наши клиенты. Но, отмечен важный момент, многие сотрудники банков являются нашими постоянными клиентами, в том числе сотрудники Сбербанка. Это уже о чем-то говорит. Вот, и второй момент, нашими клиентами, многие думают, что мы только с мусульманами работаем, это глубокое заблуждение. Мы работаем со всеми клиентами, которых удовлетворяют наши условия. Исламские финансовые компании, как уже было обозначено, не дают сами деньги в долг, а лишь предоставляют товар в рассрочку на определенное время и со строго оговоренной суммой, что соответствует всем канонам ислама. А как же быть с теми, кто не может отдать деньги вовремя? Со злостными неплательщиками, а бывают, увы, и такие, обычно проводится профилактическая беседа, а затем принимаются меры в соответствии с нормами шариата и законами Российской Федерации. Вопрос развития исламского банкинга по сей день в нашей стране очень актуален. Однако, по словам Алискерова, полноценное его решение невозможно без помощи и содействия государства.